Иркутск Программа включала в себя не только деловые встречи, но и широкую культурную программу. Подробности расскажет Галина Тюрнева. Победа на Поклонной горе – одно из главных событий Дней Иркутской области в Москве – встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Иркутянами, которые работали в тылу и участвовали в битве под Москвой. Правительственная делегация, в составе которой губернатор при Ангаре Сергей Рощенко и председатель Заксобрания Иркутской области Людмила Берлина, возлагают венки и благодарят ветеранов за подвиг, за героизм и за мужество. Каждый из вас болеет за Иркутскую область. И каждый из вас в меру своих возможностей и умений помогает Иркутской области. А просьба очень большая к вам. Будьте здоровы. В рамках поездки прошла презентация экономического и инвестиционного потенциала при Ангаре. А также представители региона приняли участие в Московском международном туристическом форуме. Обсуждали тему межрегионального сотрудничества и было предложено разрабатывать совместный туристический сертифицированный продукт по стране. Мы тоже будем принимать в этом свое участие. И вот, наконец, кульминационный момент Дней Иркутской области в Москве. Это церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством при Ангаре и правительством Москвы. У нас много интересных направлений в сотрудничестве, образовании, правоохранения, культуру, призма. Я надеюсь, что сегодняшнее соглашение, которое мы должны подписать, придаст дополнительный инвестиционный развитие сотрудничества между нашими и правительством. Москва является лидером во всех сферах промышленности, жизни в России. И Иркутская область по всем своим возможностям тоже является одной из самых перспективных территорий в России. Поэтому мы надеемся, что соглашение, которое сегодня мы подготовили, несет реальный вклад в развитие не только развития при Ангаре, но и России. Дни Иркутской области запомнились и широкой культурной программой. В Москве прошла выставка картин иркутских художников. Актеры Иркутского драматического театра дали спектакль по повести Валентина Распутина «Последний срок». А на торжественном закрытии, по традиции, выступил губернаторский симфонический оркестр области и народный артист России, почетный гражданин Иркутска Денис Мацуев. Галина Тюрнева, новости сейчас. В большинстве иркутских школ отменены сокращенные уроки по 40 минут. Это объясняет необходимостью соответствовать требованиям базисного федерального учебного плана. Но есть еще санитарные нормы, их тоже нужно соблюдать. Как сообщили в администрации одной из иркутских школ, образовательные учреждения попали в ситуацию, когда приходится ради уроков жертвовать переменами и многим еще. О ситуации подробнее Туяна Немаева. Когда третиклассница Дарья Юдалевич возвращается домой из школы, на улице уже холодно и начинает темнеть. Девочка учится во вторую смену. С этой недели уроки у младших классов длятся не 40 минут, как раньше, а 45. Устаю. Еще не хватает времени у меня погулять. Ну и уроки иногда делаю утром или вечером. Дарина мама, как и другие родители третиклассников, 76-й школы к нововведению относятся резко отрицательно. Сейчас мы заканчиваем в 18.35. Ребенок очень поздно возвращается домой и нет времени не погулять. А самая главная проблема, что мы занимаемся музыкой, занимаемся английским. И сейчас поставлены в такое положение, что мы должны выбрать. А у ребенка есть результат и там, и здесь. Второклассникам еще хуже, а не младше. Быстрее устают, им нужно больше времени, чтобы восстановить силы. А его нет. Уроки мы делаем до полдвенадцатого вечера. Мы жертвуем вечерними прогулками. Мы жертвуем полноценным отдыхом после школы. Потому что утром уроки ребенок может сделать устные в ограниченном количестве. Но, к сожалению, я с утра тоже не хочу, чтобы она занималась. Потому что ей нужно скопить определенное количество запас сил для того, чтобы на уроке в школе себя она тоже могла проявить. Увеличение продолжительности уроков до 45 минут администрация школы объясняет необходимостью соответствовать требованиям федерального базисного учебного плана и СанПИНА. Их нарушение грозит учебному учреждению различными санкциями. Проблема в том, что требования этих организаций нельзя удовлетворить одновременно. Только одно в ущерб другому. Попадает школа в очень жесткую такую вот ситуацию. Если не соблюдается продолжительность перемента, это нарушение санитарных правил. Не соблюдается продолжительность урока, это нарушение закона, нарушение требований к федеральному базисному учебному плану. Вторую смену для начальной школы, что и делают практически все школы, как правило поднимают. И вторая смена начинается с часу дня. Во вторых классах количество уроков не более четырех. И если учитывать 45-минутную работу этой школы с учетом всех тех перемен, то ребята будут заканчивать учебный процесс, я еще раз повторяю, учебный процесс, где-то приблизительно без 20 минут 5. 40-минутные уроки рекомендованы лишь коррекционным классам и школам, а также учебным учреждениям, которые переполнены. Например, за счет того, что туда перешли ученики из школ, закрытых на ремонт. В 76-й школе расписание обещают пересмотреть только ближе к зиме, когда световой день будет совсем короткий. По словам директора школы, расписание уроков на данный момент невозможно изменить, по крайней мере в рабочие дни. А вот по субботам второклассники смогут посещать занятия на час раньше. Туяна Немаева, Николай Крупченко. Новости сейчас. На этом моя часть выпуска завершена. Далее программу «Середина земли» продолжат новости Бурятии. Я передаю слово своей коллеге Анастасии Лисовой. Здравствуйте, Анастасия. Спасибо, коллеги. Здравствуй, Чита. О новостях Бурятии расскажут корреспонденты телекомпании ТВКОМ. В студии Анастасия Лисова. О новых принципах поддержки сельхозпроизводства говорили сегодня на заседании Совета народного хурала. В частности, речь шла о проблеме заготовки и переработки молока. Напомню, в республике действует особый закон, который предусматривает компенсации затрат на заготовку сырого молока. Таким образом, государство пытается стимулировать развитие молочной промышленности. Но в итоге миллионы государственных дотаций так и остаются неосвоенными. В теме разбирался Болот Шеребазаров. Это заседание Совета народного хурала началось с формальных докладов о заготовке молока в республике. И даже цифры неосвоенных субвенций здесь звучали как-то формально. Только за минувший год республика не успела использовать по назначению более 5 миллионов федеральных рублей, что прислали на поддержку и развитие молочной промышленности. Вот и в нынешнем году опять не успеваем. За все месяцы 2012 года освоено 1 миллион 300 тысяч рублей, или 12,5% от годового объема финансирования. Почти половина неосвоенных субвенций в минувшем году и не менее плачевные показатели в году нынешнем. Так у федерального центра может ложиться впечатление, что наши фермеры и сельхозпроизводители не нуждаются в поддержке, сетуют депутаты народного хурала. Проверки показали, что в республике нет прироста объемов реализации и переработки молока. Потому и районы не успевают освоить федеральные деньги. В итоге пришли к выводу, что из молочного тупика нужно выбираться сообща, ведь это уже проблема всей республики. Сегодня люди поняли, что надо обижать коров. Лидерным, удобным коровам, высококудобным коровам. Но корма, да и бог, там дождь идет, молимся, все хорошо, новая техника появляется, корма появляется. В кадре мы их не готовим, люди сами готовы молоко как бы увеличить производство. Но мы их должны мотивировать. Финансовая система республики – машина не очень поворотливая. Но пути выхода найти можно, если принять меры сообща. Например, открыть дополнительные пункты приема молочного сырья или помочь начинающим фермерам. А в общем, наделить органы местного самоуправления полномочиями по поддержке сельхозпроизводителей. Эти предложения нужно изучить как можно скорее, отмечают участники совета, дабы принять уже следующей весной на очередной сессии народного хурала. Балат Шеребазаров, Алдар Домбаев, Новости дня. Преступления будут раскрываться быстрее и точнее. Для экспертов-криминалистов оборудовали новое здание. Сегодня состоялось его торжественное открытие. Сотрудники отдела спецэкспертиз переехали из старого криминалистического центра Наримонова в здание, где раньше располагался изолятор временного содержания. За три месяца его реконструировали в отдел специальных экспертиз. За счет федеральных средств полностью заменили кровлю, систему водоснабжения, энергоснабжения и вентиляции. Оборудовали и специальные помещения для хранения вещественных доказательств, лаборатория, а также комнату для отстрела боеприпасов. Практически все экспертизы, сложные по своему техническому содержанию, будут здесь проводиться. Это медицинская, пожаротехническая, автотранспортная. Значимость она здесь безмерная. Проблема всегда была в работе экспертов именно в недостаточном количестве или в недостаточно технической оснащенности, в отсутствии специальных помещений. Уже в октябре в криминалистический центр поступит современный топографический комплекс, который позволит проводить целый спектр экспертиз, в том числе исследовать и новые синтетические наркотики. На этом у меня все. Всего доброго. Передаю слово коллегам из Улан-Батора. Спасибо, коллеги. Эстафету новостей принимает телекомпания «Аист Монголия». Мы приветствуем жителей Забайкалья и готовы рассказать о самых заметных новостях Улан-Батора. В студии работает Мирослава Барху. В Монголию прибыла правительственная делегация из Бурятии. Цель визита – возможности развития приграничного и международного сотрудничества. Гостям из соседнего региона показали, как работают меховые фабрики, предприятия по переработке продукции и рассказали о планах на урожай нынешнего года. Своими впечатлениями об увиденном россияне поделились на встрече в посольстве России и приеме в госрезиденции. Руководителям из Бурятии показали местное предприятие по производству дубленок и изделий из меха. Первые впечатления от монгольских производителей расширились чуть позже на встрече с министром энергетики и министром иностранных дел. По мнению сторон, есть хорошие возможности для регионального сотрудничества, поддержки малого и среднего бизнеса, наращивания торгового оборота. Нужно лишь продумать все моменты международного взаимодействия и решить вопрос с упрощенным визовым режимом. Выстраивание отношений с Россией для нас в приоритете. Мы концентрируемся на расширении приграничного взаимодействия, торговли, наращивании связей между гражданами двух стран. Приезд делегации из приграничной Бурятии, одного из субъектов Российской Федерации, является хорошей возможностью для нового уровня наших традиционных связей. Мы сегодня обменялись мнениями о мерах для свободного проезда границы, без излишних проволочек, потому что международное сотрудничество – это прежде всего связи и дружба между людьми. Делегация из Бурятии встретилась с вице-премьер-министром Монголии. В рамках беседы обсуждалось современное состояние сотрудничества и отношений между двумя странами, включая региональные связи, а также дальнейшие перспективы. Мы вели разговоры о безвизовом режиме въезда или прохода нашей границы, что, конечно, бы облегчило прохождение нашими гражданами этого поста. Да, зачастую мы, руководство, не замечаем этого дела, поскольку у нас и служебные паспорта, у нас и, скажем, есть некий зеленый коридор, по которому проходим. А простые граждане, люди бизнеса, они от этого страдают. Выезжая каждый раз, надо оформлять визу. Это, во-первых, дорого стоит для простого гражданина, во-вторых, это отнимает время, как минимум за неделю надо оформлять. Эти вопросы мы сегодня ставили перед руководством Монголии и, понимая, что нашли понимание. Энгтушин Адганбад, Аист, Монголия. Навстречу новым рекордам. В префектуре Бензург состоялась церемония открытия новой спортивной площадки. Это результат государственной программы по развитию массовой культуры и спорта. Сегодня все отмечают гармоничному физическому воспитанию подрастающего поколения, власти уделяют много внимания. В столице появляется все больше внутридворовых спортивных снарядов и хороших спортивных залов. Тему продолжит наш корреспондент. Анужин нравится легкой атлетикам, но юной бегуне не всегда удается потренироваться. Школьный спортзал часто занят, а занятием на открытом воздухе мешают машины, вернее их интенсивное движение во дворах. С открытием нового спортивного комплекса места для тренировки искать больше не надо. Анужин и сотни других детей теперь смогут развиваться и закаляться на специально обустроенной площадке. Я учусь в пятом классе, постоянно прихожу сюда тренироваться и поиграть. Здесь так здорово. 2012 год для префектуры Бензург особый. Работы по благоустройству и изменению района здесь предлагают сами горожане. Как результат, современные комфортные придомовые территории с зелеными насаждениями. Одно из последних изменений возле дома номер 12-18-го хорона. Новые спортивные снаряды, детская кровоплощадка, беседка для отдыха. Здесь теперь так хорошо, просто благодать. Детишки могут и спортом позаниматься, и просто отдохнуть, поиграть. Мы очень благодарны за создание этой спортивной площадки. Мы все очень признательны нашим властям и за эту беседку, где мы можем посидеть, приглядывая за малышами, и за спортивный комплекс для детей. В этом году в префектуре намечено провести работы по благоустройству и строительству на сумму в 79 миллиардов тугриков. 50% всех средств будут направлены на объекты социального назначения. В рамках работ уже построены две новые школы на 640 учеников в 11 и 12 хоронах. На месте старого здания школы номер 92 возводится новый корпус, рассчитанный на 940 учащихся. Власти префектуры обращают внимание и на дороги. В частности, на ремонт подъездных путей и внутридворовых проездов. Здесь раньше были всякие киоски, ларьки, которые работали без всякого разрешения. Мы все это снесли и устроили на их месте мини-площадку для игры в баскетбол, крытые беседки для пожилых людей. Мы регулярно открываем такие комплексы для спорта и отдыха. Серьезно подходим к вопросу о благоустройстве нашей префектуры. Жители говорят, к их отремонтированным тротуарам и пешеходным дорожкам с освещением теперь добавился и спортивный комплекс с футбольным полем, баскетбольной площадкой со специальным покрытием и местами для зрителей. На этом наша часть выпуска завершена. Благодарим за внимание и до встречи в середине Земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова